Заурка Аншишев – молодой животновод, который уже более пяти лет работает в сфере сельского хозяйства. По образованию он технолог и в основном занимался растеневодством, но вместе со своим братом решили создать собственное дело, которое принесет не только прибыль, но и моральное удовлетворение. По образованию я технолог, этот видель мне всегда нравился. Сначала я хотел уйти в пивоварение, но потом из собственных соображений и своих возможностей я ушел именно в растеневодство, но в дальнейшем понял, что больше перспектив не принесет именно животноводство, потому что в коллаборации принесет это больше мне и успех, и какое-то развитие. Всю деятельность и всю свою жизнь я на самом деле уже провожу здесь. Учитывая получение этого гранта, свободного времени не так много у меня, все приходится мне осваивать, работать 2 часа на 7, грубо говоря. Планы у меня были, масштабы тоже, как бы все, я это все фиксировал всегда. Понимал, что нужен человек, который будет моей опорой, скажем так. Мой брат загрелся желанием. В принципе, у нас, как в семье, я с братом. Я практик, а он теоретик. На самом деле, это очень хороший став нам придает, и вопросов к нашей работе ни у кого нету просто. Я держал изначально склад Бльчипсини. Когда я узнал про этот грант, про семейную ферму, условия все в целом меня очень заинтересовало. Хотя изначально условия были гораздо жестче, но все равно меня эти условия очень заинтересовали. Базу для хранения зерна и прочих моментов я продал и вложил их именно в какой-то капитал для приобретения этого гранта. То есть занимался я хранением именно по своему образованию. Ну вот, опять же, вернусь к тому моменту, что мой брат теоретик, а я практик. Он где-то вычитал про эти условия, про наш минсельхоз золотой вообще обожаю. Он рассказал мне, что есть такие-то условия, такие-то возможности. Я так прибили с ним. У нас земля есть, у нас участок, ферма есть, желание тоже есть. Все просто, мы все условия соблюли и зашли на ФД Грант. Вот так. Я образовал это просто от того, что брат много читает. Тимиркан – юрист по образованию, исследовал все возможности грантовой поддержки и решил воспользоваться данным шансом. Они приняли участие в программе семейного фермерства и получили около 22 миллионов рублей. При вложении своих личных средств в размере 6 миллионов братья смогли приобрести все необходимое для полноценного развития своего фермерского хозяйства, которое теперь находится на территории Дмитриевского сельского поселения. В данный момент мы потратили сейчас 30 долларов, закупили галщинов, красноперстых, молокопровод, трактор, вся нужная техника, установки для этого трактора, асфальт под ангар, потому что это отдельные две, у нас два застройщика, и ангар сейчас должны начать строить. А остальные две закупки у нас переносится именно на этот год и на 2025 год, именно КРС. 30-30. В итоге мы должны 90 голов завести. На территории фермы располагаются корпуса, в одном из которых содержится около 30 голов крупного рогатого скота, породы галшстин, краснопестрой и 22 теленка. Эта порода отличается мясомолочным направлением и позволяет фермерам реализовывать молоко. С реализацией в данном моменте проблем нету, я думаю, и не будет. Сколько, какая корова дает, я прям так не скажу. Корова индивидуальная, может она заболеть, может там. Сейчас мы доим 500 литров за сутки, из которых 100 у нас уходит на выпой всех вот этих телят. Одной из особенностей данного фермерского хозяйства является организация работы собственного персонала, состоящего из местных жителей. Это не только способствует сохранению рабочих мест в районе, но и содействует более тесному сотрудничеству с местным сообществом. У нас в данный момент работает два скотника-пастуха, два тракториста у нас работают, четыре доярки, потому что у нас есть графика выставляет так, чтобы каждый мог отдохнуть, каждый мог уйти на выходной, грубо говоря. Человеческий фактор все равно надо знать, надо сохранять. В ведении хозяйства находятся земли общей площадью 300 гектаров, где выращивают корма для скота. В прошлом году молодому фермеру удалось получить богатый урожай и заложить силос, который будет вполне достаточен до наступления следующей зимы. В этом году мы посеяли 25 гектаров кукурузы и 20 гектаров силоса кукурузного на одном поле. Урожай меня очень сильно порадовал. Спасибо мастерам моим, скажем так. Снял я урожай очень достойный. Силос у нас лежит с уборки, и мне кажется, его хватит до следующей уборки смело. Тут я не жалуюсь. Потом ичменя засела 20 гектар, пшеницы 80 гектаров и остальное у меня ушло на подсолнечник. То есть полностью корма, помимо жмыха, выращены нами. То есть у нас цикл практически полностью закрыт. Братья Шишево имеют большие планы на будущее, главной целью которых является расширение своего бизнеса. На будущее планы колоссальные. Хочу, конечно, опять же, основная цель моя сейчас достроить на кристалл склад. Погодные условия немножко не дают нам достроить его, хотя уже средства грантовские мы выделили на это. Но просто погодные условия нам не дают возможности это сейчас реализовать. Хочу загадать корма просто для региона, чтобы мог предоставлять, там, допустим, кто-то дома сидержит. Я просто и выращиваю зерно, я знаю цену ему, я знаю, сколько все это стоит. Расширение, конечно, второй корпус, в принципе, он по габаритам, по всем этим моментам точно такой же, как этот. Но он немножко неухожен, и его нужно дорабатывать. Наверное, это тоже наша основная цель. И все, расширение, увеличение поголовья, увеличение удоя. Слушая Зауркана и Тимиркана, можно понять, что они глубоко вникают в суть своей работы и проявляют профессиональный подход к начатому делу. Они стремятся не только получить прибыль, но и развиваться, улучшать условия жизни местных жителей и принести пользу своему региону. Их занятие сельским хозяйством – это не просто профессия, но и призвание, которому преданы всей душой. На самом деле, совет очень простой я дам. Не мудрить приходить в наши замечательные организации, малый бизнес, как Министерство сельскохозяйства. Они всегда пойдут вам на встречу, всегда. Администрация, все, всегда помогут. Просто нужно делать что-то. Желание и, конечно же, знание. Просто начните, влюбитесь в дело, у вас все обязательно получится, я вам гарантирую. Грантовая поддержка началась с 2012 года по республике Адыгея. Феймеры Кашкабельского района, значит, активно, каждый год мы активно принимаем участие в грантовых поддержках. У нас, значит, программа «Семейная ферма» и «Начинающий феймер» у нас была программа, а сейчас программа «Агростартап», то есть тоже как «Начинающий феймер», просто название как бы «Агростартап». С 2012 года по 2023 год участниками программы были у нас 79 крестьянско-феймерских хозяйств на сумму 204 миллионов рублей. Это по поддержке «Семейная ферма» и по поддержке «Агростартап» и «Начинающий феймер». В прошлом году участниками программы у нас были, значит, 11 крестьянско-феймерских хозяйств, это 10 крестьянско-феймерских хозяйств «Агростартап» и «Крестьянско-феймерское хозяйство» – это «Семейная ферма». В прошлом году по программе «Семейная ферма» с грантополучателями «Крестьянско-феймерское хозяйство» «Шиша» выбыли у нас по направлению КРС, молочное направление, и на сумму 28 миллионов рублей. И 10 крестьянско-начинающих феймеров, значит, по программе «Агростартап» на сумму 27 миллионов рублей. Что хочется сказать по программе «Начинающий феймер» и «Агростартап» – очень хорошая программа. За счет семейных ферм у нас, значит, построены птичник, бойный цех по птицам тоже, значит, построены корпуса для содержания КРС, закуплено поголовье у нас. То есть за счет этой программы у нас идет увеличение поголовья КРС. То, что на сегодняшний день нам это необходимо. И мы каждый год перед началом этой программы выезжаем, консультируем, приглашаем феймерское хозяйство, тоже консультируем именно по направлению КРС, молочного направления. В последние 2-3 года наблюдается, значит, то, что в программу заходят на выращивание ягодных культур, заходят также на выращивание овощей. У нас уже порядка 6 гектаров клубники посажены в районе за счет программы. Также у нас в прошлом году участником по овощам был, это Игерухасское сельское поселение. В этом году тоже, я думаю, день на день придет приказ Министерства сельского хозяйства, тоже у нас в этом году будут 2 программы, работает эта семейная ферма и программа Агростартап. Значит, по семейной ферме у нас тоже мы сейчас готовим одного участника. И по программе Агростартап, за информацией к нам уже заходило, где-то 7-8 крестьянско-феймерских хозяйств. И очень отрадно из них уже 5 феймерских хозяйств от направления журналоводства КРС. И по ягодным культурам тоже есть, по овощам тоже есть. Вот это вот направление мы стараемся, считаем, что это приоритетно, и стараемся, что вот это направление надо двигать вперед, продвигать именно по нашим районам. Продолжение следует... Продолжение следует...